Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его даровал. Господи, благослови нас на сие занятия, дару нам мудрости понять Слово Твое и принять в сердца наши, чтобы услышать, поверить и исполнить Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. И отец, и святой Божий, и имя Отца и Сына и Сына, и Божий, и имя Отца и Сына и Сына, и имя Отца и Божий. Евангелие от Марка, 10 глава, с 28 по 31 стихи, по странице 271, толкование блаженного кофелакта, 1 том. И начал Петр говорить Ему, то есть Христу, вот мы оставили все и последовали за Тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня, Евангелие. И не получил бы ныне во время сия среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Многие же будут первыми и последними, и последние первыми толкованиями. Хотя Петр немногое оставил ради Христа, но и это немногое называет все. Видно, и немного имеет узы пристрастия, а потому достоин ублажения и тот, кто оставляет немногое. Петр один спрашивал Христа, но Господь дает общий для всех ответ. Всякий, кто оставит жену или матерь, говорит это не с тем, чтобы мы оставляли родителей беспомощными, или разлучались с женами, но научает нас благоугождение Богу предпочитать всему плотскому, так как от проповеди Евангелия имела возгореться брань между людьми. Так что дети должны были отрекаться от отцов, то Господь и говорит, кто оставит ради Евангелия плотское родство и вообще все плотское, тот и в семь веки получит все это во сто крат более и в будущем жизнь вечную. Поэтому уже не получит ли и жен во сто раз больше вопрос? Да, хотя проклятый Юлиан и глумился над этим. Ибо скажи мне, какую пользу приносит жена в хозяйстве мужа? Вообще она заботится о пище и одежде для своего мужа, и в этом отношении вполне обеспечивает мужа. Посмотри же, как это было у апостолов. Сколько жен заботились о доставлении им одежды и пищи и служили им, так что сами они не имели попечения ни о чем, кроме слова и учения. Подобно тому апостолы имели многих отцов и матерей, какими были для них все любившие их и сердечно заботившиеся о них. Петр оставил один дом свой, а впоследствии имел как свои все домы учеников своих. Он и ныне по всей земле имеет светлые домы, храмы во имя его. А еще важнее то, что святые наследовали все это в изгнании, то есть будучи гонимы за веру Христову и в жестоких страданиях, но их страдания не были бесславен для них. Ибо они, казавшиеся в нынешнем веке последними по причине претерпеваемых ими скорбей и гонений, будут в будущем веке первыми за свое крепкое упование на Бога. Но фарисеи, бывшие первыми, стали последними, а те, которые оставили все и последовали Христу, сделались первыми. Ну и вот в толковании блаженый Филат говорит, что хотя Петр немногое оставил, но и это немногое называет все. А что Петр оставил, что у него немногое было, что там за хозяйство было у Петра? Сети строили. Да и те дырявые сети, подчинивших написано сети. И даже вот это незначительно оставить-то было легко или нелегко? Как вы думаете? Основной заработок. Основной заработок. То иногда небольшой, а это трудно, это же пристрастие. Ну, пристрастие я имею в виду даже не в таком греховном смысле, а просто привязанность. А если большое богатство, попробуйте отставить его. Это только можно мысленно вообразить, воображение включить свое. Так вот, здесь много, конечно, тем поднимается, да, вот в этом отрывке. Ну, у кого какие дополнения, вопросы? Не, ну, у него уже была, наверное, семья, теща была, наверное. Конечно, теща, горячка, естественно. Может быть, поэтому, что вот здесь описано... Погромче. Описано, что апостолы получили много домов, там, жен, там, все за них. Ну, жен, в смысле, кто одежду доставлял, да, пищу там. Вот у священников очень часто такое бывает, что, ну, там, готовы все, как бы, для них. Почему сделать, да? Ну, как бы, есть такое, приходы хоть очень часто встречаются, что, там, батюшка к батюшкам, как бы, стараются... Не, ну, прихожанки с любой, с бабушкой, с женщиной. Не просто они ради какой-то корости, я думаю, что они... там, в благороди посадят, и... То есть, вот, наверное, тоже доказательство того, что священник... Но, здесь, видите, важный момент, что апостолы чем занимались? Ну, проповеди. А священник, что он их не ведет? Слово, учение, да. Ну, а прихожан он не ведет свои? Тоже стармарит. Ну, дай Бог, чтобы все так делали. А у меня тогда вопрос, а еврейские священники равины, какой их статус-то, какая их работа основная была? То же самое, то есть, если нет, да, именно в те времена... Они от чего питались? Десятину им все приносили, их это была основная работа, основная служба. И священники были богаче, чем кто-либо другой, да. И священство в этом плане, то есть, то, что происходило, про образ-то как раз и говорит Господь, что если кто-то идет за Богом, то он будет иметь много больше, много больше, да. То есть, это прямо откуда, но первые христиане, вы возьмите, взял рыбарей каких-то там, а они бедные. А что значит бедные? Что у него, дома там были или еще... У него другого заработка не было, как эту рыбу наловить и на базаре ее где-то продать, а потом с этого дохода кормить всю семью. Еще и десятину выплатить, да. То есть, они были бедные. То есть, как раз и Господь говорит просто-напросто, что... Да. Поэтому это сейчас приходы и все остальное, и кафолическая церковь на Петре, так сказать, созиждилась, и... Да, богатство. А первых-то взять апостолов, это же... Надо понимать, когда церковь образовывалась, как это было. Потому что люди с любовью помогут, ну как бы, и дети как бы чувствуют, что... Да, ради Евангелия, ради проповеди, и Господь дал свыше благодати столько, что... По Его слову, так и со всеми, кто оставляет именно так ради Евангелия, то есть, главное, а потом уже второе. Так, ну вот еще статус жены тут, как бы сказать, очерчен, да. Говорится от толкования или нет? Посмотрите внимательно. Вообще она заботится о пище, одежде для своего мужа, и в этом отношении вполне обеспечивает мужа, чтобы муж служил кому? Вообще свою жизнь, как направлял? Для Господа, да? Она помощница. Что в современном мире, конечно, это забывается, ну почему забывается? Или даже не то, что забывается, и не знает это, потому что Слово Божие авторитетом не пользуется. Так, еще что у кого есть? Надо подтвердить вот насчет того, что сестра сказала насчет священников, это может подтвердить. Я, брат Никита, все, кто собирались в эту общину из разных стран, они могут подтвердить, что мы в сто раз больше приобрели. Господь нас воссоединил, как Божий. Своих примеров, да? Да, то есть. У меня был один дом, а сейчас я вхож в каждый дом, то есть, ну, в таком смысле имеется в виду. У меня, ну, до уверования был один брат Игоря, а сейчас их сколько Игоря. Двое в Барнауле, двое здесь, и все друзья и братья от меня во Христе. Ну, и такие примеры надо многим привести. Так, дальше продолжаем. Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 по 34 стихи. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их. Они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет толкование». «Для чего Иисус предсказывает ученикам, что с ним случится? Для укрепления духа их, чтобы они, предварительно услышав об этом, мужественно перенесли, когда это сбудется. И не были поражены внезапностью, а вместе с тем они должны были знать, что он страждет по воле своей. Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их. А если не бежал, явно, что волею предает себя на страдания. Но так как открыть о своем страдании следовало только ближайшим ученикам, то он и предваряет всех на пути, желая отделить учеников от народа. «Еще же упреждением всех и поспешностью своей на пути Господь показывает и то, что он поспешает к страданию и не убегает от смерти ради нашего спасения. Все, что высказывает он всем случае, хотя и прискорбно, но за все сие утешает тем, что в третий день воскреснет». Почему они в страхе были, ученики, как несовершенные еще? Да почему? Тут другое. Ну представьте себе, есть… Ужасались написано, да? Нет-то, кто ведет людей, и за ним идут, и он говорит о себе, а с ними-то что будет? Если уж с главным, тот, кто делает такие добрые дела, творит, так сказать, волю Божью, а с ними-то ты тут испугаешься на самом деле. С ними-то они боялись, за себя в первую очередь они боялись. Они еще плотские были до такой степени, что, естественно, содрогали. Ну да, когда Господа-то схватили. Это вот мы читаем, когда, да, написано, «предадут первосвященникам». Но вы представляете, какой-то рыбарь или еще кто-то, или будут предстать перед первосвященниками. Да, то есть, или они же будут, власти-то будут видеть их, они же там же, суд-то делается не просто так. Если бы мы видели, как суды происходили. То есть, власть, придержащая это, и перед ними предстают вот эти вот какие-то бедные люди. Естественно, они будут тут перепитать. Это кажется нам все просто. Но, представьте, приехал президент с властями, со всеми, да, тут сосмущающийся, невольно. Ну так или нет? А тут первосвященники церковные. Это, я не знаю, даже, естественно, они... Так что это вполне нормальный страх человеческий. Естественность, да. Так, с 35 по 38 стихи 10 главы. Когда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали, Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Толкование. Другой евангелист Матфей сказывает, что мать их Иакова и Иоанна приступила к Иисусу. Но, вероятно, было то и другое. Два сия апостола, стыдясь других, послали наперед мать свою, а потом и сами подошли особо, как это обозначает евангелист. Восхождение Христа в Русалим, о котором он беседовал с учениками, они поняли так, что он идет воспринять чувственное царство. И уже по воцарении притирпят те страдания, которых предрекал. Думая таким образом, они и просят восседание по правой и по левую сторону Христа. Потому и Господь укоряет их, как неразумеющих, чего просят. Сесть, одеснуя, у меня есть дело самое великое, превышающее и ангельские чины. Притом, вы мечтаете о славе, а я призываю вас на смерть. Чашею крещением называет он крест. Чашею, потому что крест, как чаша вина, скоро должен был привести его ко сну смертному. И он готов был принять чашу страданий, как сладкое для себя питье. А крещение, потому что крестом он совершил очищение грехов наших. Но ученики, не уразумев слов Господних, дают со своей стороны обещание, думая, что он говорит о чаше чувственной и о том крещении, какое было у идеев, которые предвкушением пищи омывались. Ну, конечно, не разумевали еще они. Многое чего не понимали. И вот министерские портфели, так сказать, разбирают, а другие стали завидовать. А можно еще? Да, пожалуйста. Вот как раз предыдущая тема о страхе рыбарей. Мысль просто пришла. Представьте, любой еврей, он жил законом. Любое нарушение закона по тем временам им грозило смертью. Не просто так, она рядом стояла. Сделал что-то не так. Нарушение закона, побивание камнями. То есть это в жизни было, это было рядом. Прямо все время стояло. Они боялись нарушить закон. Потому что закон очень строгий. Нарушение закона у первосвященника сразу вызывало. Осуждали, очень жестоко пресекали все это дело. Это была главная их основа. А теперь представьте себе, Иисус Христос им говорит, и они могли же задуматься об этом. А почему будут его вести и убьют, и опозорят, и насмеются над нем? Значит, возможно, он нарушит закон какой-то. Вы представьте себе, какое смятение внутри душ происходило. То есть тут по неволе задавшим вопросом. Ведь просто так никого же не убивали. Но не могли они сами убивать, потому что прегрегатива была у язычников, у Рима. И они там написаны в стихе, что отдадут язычников Христа, и насмеются над ним. Поэтому на самом деле нарушение закона, этот вопрос у любого еврея вставал. А что же происходит? Почему? А ведь он говорил вещи-то вроде по Писанию. Все вроде правильно. По их мнению, они даже не знали его Евангелие, а духом понимали. Он говорит правду. А сомнения, естественно, человеческие были. То есть я просто к тому возвращаюсь. Не просто так, это туда вникнуть, встать в то время. И по неволе задумаешься над этим. А где бы мы были, пошли бы мы за Христом или нет? Кажется, сейчас рваму на себе рубаху. Да я там за Христа. А потом подумаешь. А ведь если ты еврей, рожденный, с детства, воспитанный, знаешь, вопрос еще. Так это было бы. Почему Бог тогда обличает евреев? Сами всех, хорисеев, и всех, кто говорит, вы молитесь ее, там заповеди все исполняете, а он их осуждает. То есть никакой смерти их никто не убивал, хотя они получаются. Хотя если взять пророков, то пророки, пророков-то и многие не любили тех, потому что они прям открыто обличали весь народ и их поведение, так сказать, и в том числе и священие. Ну вот здесь тоже как-нибудь книгу к этому. Ну то есть я говорю о том, что тот страх, он вполне естественный, потому что жизненно важный, это нарушаем мы закон или не нарушаем. Нарушает Христос закон или когда идем в Иерусалим, заходим, нарушит он или нет, будут перед священником власти. Это естественно. То есть я просто вникнуть туда, проникнулся во время этого, задумаешься над этим. Ну понятно, спасибо Христосу. Подробно довольно-таки осветил картину. Так, с 39 по 40 стихи 10 главы. Они отвечали, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Здесь представляются два недоумения. Первое. Уготовано ли кому это сидение? Второе. Неужели всеобщий владыка не может дать всего сидение? Отвечаем. Никто не будет сидеть ни справа, ни слева. А если слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении, то разумея не сидение в собственном смысле, но высшее достоинство. Мне, праведному судьи, с большой буквы, не свойственно дать вам такое достоинство, по одной любви к вам. Иначе я не был бы правосуден. Но такая почесть уготована только подвязающимся. Итак, вы, сыны Изведеевы, можете быть и будете мучениками за меня. Но если кто вместо смученичества будет иметь не всякую другую добродетель, больше вас, тот будет иметь преимущество пред вами. Тоже, вот видите, как сидение, да, ну, не в прямом смысле, да. И много таких мест в Священном Писании, что прямо понимать нельзя так прямо понимать. То есть надо в совокупности. Об этом святитель Иоанн Затаус говорит. Понимать Священное Писание, именно много мест нужно брать в совокупности. Ну, а сыны Изведеевы просили-то там, небесного, что ли, или земного? Они-то как понимали? Они-то земного просили. Они-то не понимали. Там-то и дело. Почему Бог им, как бы, Он же всегда знал, кто-то похожий. Почему Он им дал вслух вот этого спросить? То есть мать подошла, а потом они сами. Они что последнего не знали, что были? Ну, я немножко другую тему затронул. Что понимание Священное Писание затронул. Вот даже как. Ну, пожалуйста, да, что еще другое? Можно руку поднимать? Да, да. Да, вот как раз очень важно. Да, Наталья что-то говорила. Про крещение, про крещение. Очень важный момент. Скажите, а ведь Христос же Иоанном крещен. А о каком крещении-то Он говорит? Будете крещением тем, креститься, которым Я крещусь. О страданиях, да. Мы крестились, когда нас, Батюшка и Отец Иоаким, всех крестил. Во что Он нас крестил? В кого? Смерть Христову. Смерть Христову, да. Крещение. Вот открывается, где истинный смысл. Поэтому, когда говорят о крещении, ведь не просто так рожденный от воды и духа. Да, если человек не родится, то не войдется от сверху Божию. И здесь очень главный момент, что крещение, вот оно какое. Смерть, какова смерть? Крещение то, о котором говорил Христос. И будете крещены, и апостолы были, и все мы крестились в смерть Иисуса Христа. Вот где главный смысл открывается, слово крещение. Не просто погружение, а еще и духом, да. Ибо придет Тот, Который будет, да, огнем, только это говорил Иоанн Креститель. То есть вот как раз и открывается глубинный смысл, как приобретается Царствие Божие. Так, еще что. С 41 по 45 стихи. И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Толкование. Ученики еще, рассуждая по-человечески, впали в зависть, поэтому и негодуют на двух апостолов. Когда увидели, что прошение последних не принято Господом, но отвергнуто, тогда и негодовать стали. «Пока сам Господь оказывал предпочтение Акву и Иоанну, прочие ученики, видя это, терпели. Но когда те два ученика стали сами просить себе почести, то прочие уже не стерпели. Так еще несовершенны были они в это время». «А что, хуже других, что ли?» «Хуже других, что ли?» «Как один Ава проверил, да, монаха, там, смирение, вот, что-то там, на обед-то они пошли, а ты куда? А что, хуже других, что ли?» «То он такой смиренный, смиренный был, а он его затормозил там где-то, в ворот. Ты куда пошел?» «А я очень хуже других, что ли?» «Но после увидим, как каждый из них уступал первенству другому. Теперь же Христос врачует их, сначала усмирив и для того приблизив их к себе, что и означает со словом «подозвав». Потом показывает, что восхищать у других честь и домогаться первенства есть дело язычества, ибо языческие властители насильственно покоряют других своей власти. А Маик, Маик, с большой буквы, говорит, «Ученики не так, но кто из них хочет быть велик, тот пусть служит всем, потому что это признак великой души. От всех терпеть и всем служить». На это есть и пример вблизи. В самом деле, не только послужить, но и умереть за того, кому служишь. Что может быть выше и чуднее сего? Но такое служение и смирение Господа было высотою и славою как для Него самого, так и для всех. Ибо прежде в очеловечении Он был ведом одним ангелом, ведом, то есть знаем, ведать от слова, осаделавшись человеком и претерпев распятие, не только имеет ту славу небесную, но приял и другую и над всею вселенную царствует. Можно? Пожалуйста, ответ. Это глава какая-то, стих как раз ответа, у меня сестра спросила в предыдущем. Почему Господь попустил им подойти и спросить? Урок. Да, а тут вот Он дал, попустил, чтобы зашли эти плевелы, потому что Он знал, что эти мысли блуждают у них. А тут они спросили и получили ответ, получили урок. И другие получили урок от этого всего. Почему Христос сказал, что это не моей власти дать? Кому по правую сторону, кому по левую. Почему? Он же знал все, наперед. Ну, я думаю, что по всей видимости, они не могли еще принять, воспринять. Он дал ответ тот, на том уровне понимания, на котором они были. Если они подошли и спросили, такой вопрос задали, каким высотой духовным небесный, чтобы объяснять, если они на такой низости не понимали были. Поэтому Он им и дал, что ним нет. То есть тактически Он отвеял сторону. Они-то Его воспринимали так, что Он сядет в земном Отечестве. И по-человечески Он, да. Вот как вы меня понимаете, мне это не дано. Но в другом месте говорится так, что... Вылетело из головы. Земное царство. Нет, там не о земном царстве. В другое место говорит Господь, что никто не знает, не Сын человеческий, не ангелы, да, а отришествия. Да как? Господь знает или не знает? А Блаженый Фефилак говорит, что по-человечески, да. А как Бог-то Он знает это. Так вот Господь отвечает применительно именно к состоянию ученика. Тут может быть даже другое. Не время открывать эту тайну. Может быть еще другое, потому что еще пока не пришло время. Все время Господь им говорит, а они не понимают. Но все время Он говорит, время еще не подошло, да. Более того, запрещают, когда говорит. Это лучше не говорить, если во многих местах, помните, да, что Он делал там. Время не подошло еще. То есть по-человечески еще не готовы и не поймут в любом случае. Есть многие тайны, которые просто сокрыты от человека на время, а есть которые абсолютно навсегда. С этим надо просто смириться. Ну вот в Евангелии от Луки 24 глава описано состояние учеников, когда после смерти два ученика шли в МАУС и рассуждали между собою о тех событиях, которые были. То есть они три года ходили со Христом, видели чудеса, его слышали слова, а тут местная смерть, страдания и все. Они испугались, сбежали и шли. А мы-то думали, что Он тот, когда Господь к ним пристал и спрашивал, о чем вы иди рассуждаете. А мы думали, Он будет тот, кто восстановит царство Израилю. То есть какой уровень в них был? Поэтому и ответы такие. Вот как раз стих, который мы сейчас разбираем, да между вами не будет так, кто хочет быть большим и объясняет как. А ведь мы не задумываемся, какой уровень заложим глубины в эти стихи. Ведь святые разъясняют, кто говорил, веры, потому что абсурд. Бог, да, Тертулянс, всемогущий, который вне времени и пространства воплощается, входит в тело, становится рабом. И вот как раз Он своим примером показывает, Он говорит о себе. То есть Иисус говорит, величие в чем его? То есть Бог, сошедший, который милосердно, это основное правило было, о котором еще спорят святые, если вы помните, говорится, не жертвы хочу, а милости. То есть от кого милости? От людей. То есть был вариант, когда Христа вроде бы как и не надо распинать, но этого быть не могло с человечеством. Они все равно бы распнули. Ну, так получилось. И об этом святые рассуждают. А Господь говорит, не жертвы я хочу, не хочу. И Господь молился сам. Помните, в Гесиманском саду? Какая молитва была, что аж кровавый кот был. И он ждал от человечества. Но мы вот такие вот. То есть мы не способны на это. И здесь стих как раз и раскрывает, что если вы хотите, то будьте друг другу рабами. И поэтому многим мы апостолам. Ну, ивлеи так, Настя Никитина агитает. В аэрофоде работают. И Татьяна рассказывала, что отправили ее кто это? Талявит, да? Но он говорит, странно, почему все отказываются? Она говорит, я не понимала, никто не хочет на это. Она в бизнес-классе летает. И, говорит, полетела, и там к ним каждому подходишь, надо спрашивать, как вас называть. Ну, она говорит, Наталья, например, он скажет, Никита, там это. Подходит, видно, что он еврей сидит. Как к вам проще? Он говорит, господин там такой-то. Она пошла к бригадиру, говорит, я не буду его обслуживать, мои убеждения христианские не позволяют мне называть его господином. Нет, но она чисто, видно, она почувствовала вот это такое пренебрежительное отношение, как вот, как простым вот боем, что, да, как они нас представляют, что мы в образе чисто вот таком, как человеческие лица, потому что, ну, мы животные, как только для их обслуживания. То есть даже, ну, уже все равно еще сколько за 20 лет, ну, как ребенок взрослый, уже, конечно, девушка, но все равно она это интуитивно почувствовала вот такое, как пренебрежительное отношение, что вот настолько они так себя высоко. А как надо поступить в вопрос? А как надо поступить? Нет, ну, это уже, это не об этом я говорю, а именно о том, что как они себя, а как бы Господь поступил в такой ситуации? Вот, вот, то есть это была им избранная нация, как они себя чувствуют. что не среди евреев такое тоже бывает, но такое воздушность, поэтому мы там, в принципе, были, я ничего такого не заметила. Мы в аэропорту долго проводили время и видели евреев всяких из, в одеянии всех, может, евреи, евреи, даже среди, афоксы, которые там... Надо нам помнить, что мы ветвь привитая. Вот это нам помнить. А это да, А ты говоришь, как вот, что, как Господь показывает пример, да, то есть пришел к своим, свои не приняли, и почему примут антихриста-то они? То есть они ждут, они готовятся к этому. Именно того, который возвысит... Который на уровне, именно, то есть на уровне, то есть им вот это и надо, портфели вот этими министрами, чтобы сесть. Вот оно все здесь и как бы есть. Но это человеческое, вот то, что произошло, когда сразу же Моисей ушел на гору, в Богу, а они тут же взяли и слепили опять золотого тельца. Вот этот вот телец, камень преткновения для них. А о богатстве все время и говорит Господь, чтобы мы к этому не прилиплялись. Есть другое. Потому что мы пришельцы, мы все время странники, апостолы говорили, называли себя странниками и пришельцами. А вот это мы забываем. Ну, притча Соломона говорится, что за смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. За смирением. То есть Господь дает и страх Господень, да? Богатство и слава и жизнь. А тут старается без смирения, угнетая других, приобрести себе богатство. А смирение пред кем, вопрос? Ну, смирение пред кем. Прежде всего, пред Богом, пред Словом Божиим. И друг пред другом оно тоже должно быть. Ноги-то Господь умыл, Он показал, премьер. А то говорят, что вот я не буду. Пред Словом Божиим смирен перед человеком никогда. Так а есть такое у апостола Павла, что не покорен человеком, не покорен Богу. То есть дойдет до того, что ты эту грань переступишь, что ты будешь не покорить Богу. А я же вроде человеку, ну подумаешь там, какой-то что-то, мне много раз говорят-то там не делаю. А уже это противление может быть против Бога. Пожалуйста. Это 1 Фессиллайкинцев 4.8 написано, то, что брат процитировал. И еще я вспомнил о себе святые слова, то, что он сказал, что Богу я поклонюсь, а перед человеком нет. Это первые мои слова были, когда я его веровал, перед братьями. Ну как-то у нас там речь зашла, что вроде надо перед человеком кланяться, просить прощения или нет. А я же был до этого свидетелей в голову, у них там, ну как протестанты вообще это распространено, ну вот я такое извлечение выразил. А потом уже, конечно, Бог у многих просил прощения, что-то не так сделал. То есть Господь просветил мне через это. Ну, мы на основании Писания видим, что кланялись же человеком, кланялись, да, но только чтобы честь не воздавали людям, как Богу. Да, вот очень важно, что ассектанты не отличают. То Петру поклонились, да я такой же человек, и все, Петр, значит, отверг поклонение, получается, чтобы его за Бога не принимали. Как было, помните, апостол Павел и кто там еще, Варнава, по-лекалонски там они там, где-то, ну, к лекалонцам пришли, и их там почитали за Бога. Зевс, и там еще одного, Ермик, да? И уже принесли бычка этого фори заколоть и жертвы. Да что вы делаете, мужи-братья, мы такие же люди, только несем Слово Божие. То есть надо понимать, какое поклонение должно быть. Ну, и посетантский не мыслить узко. Еще когда змея укусила, сначала, о, укусила змея, а он грешник. А когда живой оказался, сразу раз, и вознесение от грешника до него. Ну, то есть, да, мы все говорим правильно, дополняем друг друга, православие широта взгляда, да, позволяет нам именно открытым оком смотреть на Слово Божие, а не узко как-то. Так, ну, давайте дальше продолжим. 10 глава 46-52 стихи, это последний отрывок этой главы. «Приходит Верихон, и когда выходил он из Верихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей сын Тимеев слепой сидел у дороги, прося милостыни, услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого, и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Толкование. Как народ чтит Иисуса, даже запрещает слепому кричать, как бы тут проходил какой-нибудь царь? А спрашивает Иисус слепого для того, чтобы не сказали, будто он дает не то, чего слепой хотел. И благорассудна была душа слепого, ибо по исцелении он не оставил Иисуса, но последовал за Ним. И вот есть проповедь Антония Сурожского на это место. Не помните, что там он говорит? О Артемея. Антоний Сурожский, он почил-то не так давно. Да я уже тоже подзабыл, что он там сказал. Но одна из мыслей была, что он как бы на нашу жизнь, каждого из нас переносит. В верующих момент, когда другие препятствуют, препятствуют прийти ко Христу, и кричат там, не надо, не делай этого, или еще как-то не дают вообще. Это и в семье, или в каком-то обществе. Фанатик. Да, всяко называют. Вот Антоний Сурожский на эту тему говорил. Ну и выбор должен быть сделан, конечно, здесь правильно. То есть вот это вот желание, он когда-то может сидел, слышал, но не пересекались их пути, Антоний Сурожский, только вот картину вот так разворачивает. А тут вдруг такой шанс. Ну вот, закройте глаза, вы слепые и сидите. Ну он-то физически попросил, не духовного. Или здесь и духовное и физическое. Здесь и духовное и физическое. Что он был готов духовно, чтобы пойти за Богом. Но часто это все же взаимосвязано. Может это, например, нам тоже что-то просить можно и кричать. Да, правильно, Люда. Потому что более блаженные те, которые не видят. А, ну что ли? Да. Вот это молитва. Да. И мы духовно подвели. То есть здесь не только, здесь еще и духовное. То, что писание. То, что физически. Он же ведь дальше-то пошел, дальше-то еще выше, за физическим. Он пошел за Христом, то есть за Богом. Начал ходить с ним. Да. Что писание имеет силу очищать духовный отчет. Сейчас в Христа нету с нами физически, но духом и словом он пребывает. Это тоже имеет силу, чтобы открывались духовные отчеты. А пример вот слепой, слепорожденный. До уверования, до встречи со Христом, он был слепым. На каком это уровне? На физическом. Но это можно и к духовному отнести. Что пока ты не взял писание, не стал читать, вникать, ты находишься слепым. Духовно слепой. Ты не знаешь, кто такой Господь. Ты даже не сможешь полюбить его, пока ты не начнешь читать писание. И только писание раскрывает, какой Бог на самом деле есть по своей сути. Никак мы не узнаем, но можно получить толчок от проповедника. Проповедник тебе расскажет, натолкнет. Но изучая писание, вникая в его слово, вот у меня так было. Я читал писание, и Бог открылся. Почему? Жаждешь, ищешь. Открылся Бог по своей милости. Все, дал толчок. То же самое, вот этот слепой, он тоже таким же был, как слепой. Но тут еще он благоразумный, он слышал о нем, и слышал, что он проходил, если подробно так рассмотреть этот стих. И он стал взывать к нему, и Бог проявил к нему милость. То есть этот стих в какой-то степени еще дает уверенность другим, что можно прозреть, можно, если мы будем прибегать к его слову. А тут вопрос, что более страшное, духовная слепота или физическая? Конечно. Духовная слепота. Конечно. Почему? Потому что все время нам Господь говорит, вы ушами слушаете, и не слышите. Глазами смотрите, и не видите. Да не обращаетесь, чтобы я исцелил вас. Это Матфейг, это притча о сейтеле. Ну, дополнение к словам Игоря, стих священного писания, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус Христос вчера. Поэтому веруйте и получите, просите, дано будет вам ищительное дело. Ну, и зато устроен на эту тему много говорит, что если мы просим и не получаем, почему? А тут уже или веры не хватает, или нету ли ее маловерия, или Господь знает, что тебе это нужно, или же Господь желает, чтобы ты усердие проявил. А то обычно так, мы получим, все, успокоились, и даже от Бога как-то отворачиваемся, забываем. И такое бывает. И любящий Бог знает это. Поэтому не сразу бывает получаем. Но вот здесь видите, как вот эта молитва была. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Ну, замолчи ты, ну, такая, ну, царь, а их понимали, он же вшел на престол. Тут такой важный момент. Президент здесь, а ты со своими, молчи давай. С болячками видишь. Сопережки, милосюрки, да. Они же понимали, так, раз он слепой, да наказание, но Господь послал на него, да, такой, ой-ой-ой. А он ни на что, вот много у нас в жизни так, да ладно, ты не ходи в храм, это и в житях даже описано, там мальчик не давал ему даже мать ходить в храм. И ангел явился, смотри, говорит, а то наказание будет тебе. И он ходил потом, после этого. и у нас сколько каждый из нас может привести к примеру, что препятствия разные со стороны родственников, в семье там, близких, знакомых и так далее. Да внутри нас тоже эти мысли появляются от лукавого. Пожалуйста, еще. Ну вот хорошо, допустим, я могу сравнить с тем, что было, рассказать о себе. Был слепой и прозрел. А что делать с детьми, которые рождены в семье, в верующих? Настолько сложная задача, я вот даже не до конца нахожу вопрос, возможность, просто и хотел побеседовать, узнать, может, у кого есть опыт, что с детьми-то делать? А евреи что делают? Ну, как? Мы своими силами ничего не сможем сделать, а Бог сможет. Вот есть Библия, им читать надо. И еще есть свои, так что, родители, или в частности муж, глава всей семьи, он должен быть вот как впереди паровоз, то есть он должен не впереди толкать их, там, вы идите пока, мне некогда там, а я сам впереди должен их идти, а они все за мной уже, ну, там куда, в храм, там занятия. То есть, я буду себе находить лазейку, мне некогда там это, то за мной уже вообще ничего не будет. Ну, вот у Устиновых Александра Ивановича, да, у него сколько детей, все дети, он впереди ходил, как Бинатик, мне сейчас сказали, что он ехал на Сибирск, на Суна, никакую службу не пропустил. Работал на заводе, успевал везде. Службу не пропустил, а все дети, ну, все ли так исполняют, то есть, он был впереди. И все дети избрали такой путь? Все не могут быть одинаковые. Понятно, что не все. Душа разная, как говорится, хотя бы. А какой ответ, главный-то? Сказано, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот и все. А за других ты не отвечаешь. Это сам себя сначала держи, за собой наблюдай. Основное, главное, за собой наблюдай, чтобы ты ни духа не лишил, не отошел от всего. Вот это главное. Если это есть, то будет и все остальное. Почему? Это и есть отношение к Богу в первую очередь. Сам спасись. А то всех спас, а сам провалился, сам упал. Такое возможно. Такое, я думаю, тоже, потому что если ты погибаешь, ну и, наверное, и яблочки, которые упали от яблок, недалеко будут. Поэтому спасись сам, в первую очередь. Это о себе. А как тогда вот изречение, что женщины спасаются чадоводие. Да, родила и все. Ее основная задача. Для того, чтобы родить. Сначала родить основную, еще надо. Значит, его надо перейти в Богу этого. А потом уже, да, вторая. Значит, я уже не себя в первую очередь спасаю. А макарейских сегодня только читали. Помните, когда семь? Так что, в первую очередь и Моисея возьмите. Не количеством, а качеством. Кто-то и количеством, и качеством. Да, ведь так может. Самое главное. Просто я столкнулся, наверное, с такой ситуацией, что вроде бы человек рожден в верующей семье, считает себя верующим, описание не тянет, считает правым. Саняк, мы видим внешнюю в верующей, ничего это не даст. Я должен сам в какой-то момент, придя в возраст, ну там, когда это звучит. Захотеть этого. Он должен переродиться, осознать и уже сознательно следовать. А не так, что по привычке вот тебя пинают. Вот даже вот сейчас этот стих вы прочитали про слепого, да? Ведь даже к словам Андрея применить. Ведь слепой захотел прозреть, и он стал вопить Господу. И Господь возрел на него, и исцелил. А если бы он не захотел, и не стал бы вопить, ситуация прошла бы, и все, и он остался слепым таки. Стихи написаны, что стояло множество, а почему-то набрался сил просить это помилование только один. что он захотел. Он знал, что Господь, у него была вера, он слышал о нем, наполнился этой верой в него, желанием, как кровоточивая женщина тоже прикоснулась к нему и тут же исцелилась. Хотя Господь шел, своими делами занимался, но он получил исцеление. Она с желанием к нему обратилась, обратилась исцеление, с верой в него, а с верой, что он Бог, что именно он исцелил. Вот именно. Да, Люда? Сам, да, ребенок должен избрать в какой-то момент, а зачем тогда крестить? Зачем тогда крестить? Когда он будет за все свои эти ошибки, за все грехи свои будут отвечать, тогда он должен сам к этому прийти, у католиков как-то какого-то нет. И так, он не по-другому совсем. Раньше в Ветхом Завете зачем тогда обрезанное в Ветхом Завете? В 8-й день ход в общество Израиля, отлично к крещению, ну вот он вошел, он как бы в церкви находится, но все равно какой-то должен быть. Как завет с Богом. Как у Баптистов так как называется ДБР, у нас есть дети верующих родителей. То есть над таким вопросом не только как бы мы задумываемся, мы так просто задумываемся, а у них есть как бы, ну, у крещенных детей с младенца более доступный подход, вход или получить благодать, чем у них крещенного. Так может наоборот, он этого никогда не слышал и он пришел и вот, вот ты говоришь, я был такой, а потом вот я не знал и вот я прозрел. А он как бы вот и считает, что все нормально, он живет, все нормально, в церковь приходит. Я как фарисей, да? что я вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю. Если он будет читать слово Божие, он ясно увидит там, что он абсолютно не такой. Я грехами такими, грехами такими смертного не грешу, там не блужу, не пью, не курю, не ворую. Я нормальный человек. Чтобы тебе правильно ответить, тут надо знать, как благодать действует. То есть одно дело, что вот смотрите, даже взять семью. Одна семья, в которой, ну, как вот про образ духовный, у семьи доступ, допустим, например, уехать, собраться все вместе, уехать, или пойти куда-то, что-то получить. Проще, нежели чьи. Ребенок будет со стороны. То же и в благодати Божией. Если даже ты младенец, но ты в церкви находишься и благодать, ты причащаешься с детства. Ну, надо Стефана посмотреть. Могин нос утрет. То есть какой он молодец, развитый. Почему? С детства причащается, работа ведется и все. Или ребенок возьми, скорчено со стороны, который никогда об этом не знал и не ведал, и на его уровне, на его возрасте. Когда ты сам ответила на свой вопрос, или что, я так не поняла? В 40 рождения здесь нет. Люда подняла просто вопрос о крещении детей, надо ли, не надо, и о благодати. У сектантов нет понимания о благодати. А это в православии, это есть, об этом говорится, разный уровень. Но тут не в этом дело. Мы забываем одну, вся литература, даже не религиозная, говорит о самом главном, как Достоевский пишет, какой из самых страшных даров у нас? Дар свободного выбора. Господь обращаться будет к каждому человеку. Ведь дети же тоже погибают, но это не предполагается. Предполагается, что родится ребенок, он вырастет и встретит Бога на этом пути, когда Бог говорит ему, выбери жизнь, я предлагаю тебе жизнь, а не смерть. И никто этой воли не отнимает. И здесь воли, если своей мы будем давить, а пока маленький ребенок, он послушное дитя, как маленький раб, все, он в семье и должен делать то, что в семье. Поэтому просто лишили бы жизни. Поэтому нужно понимать, что здесь волю ее ты не... Что бы мы ни делали, как бы мы ни поступали, а человек выберет своей волей, свой путь, у него свой будет. И вправе верить во что угодно? Да. Но выбирать нужно жизнь, а не смерть. И альтернативы другой нет. Либо погибель, либо спасение. И Господь будет обращаться один на один. Не будет ни папы, ни мамы, ни друзей, ни близких рядом, когда будешь помирать. И в жизни-то у нас все складывается именно от нашей воли, от нашего выбора. Так ведь? Это вот куда нужно смотреть, что Господь каждому подойдет и спросит его, выбери жизнь, говорит Господь. Я не хочу, чтобы убирал. Я не хочу смерть негрешников Господь. И главный стих, ибо так возлюбил Бог, что отдал сына твоему дару. Да вы всякие верующие не могли, но умер в жизни верующие. Аминь. Ну, еще дополню я, что когда читаем мы биографии каких-то знаменитых писателей, поэтов, верующие или неверующие, но вот с детства родители их приобщали к каким-то мероприятиям. Там, допустим, писательские такие, ну, раньше даже они при Петре называли ассамблеи. Ассамблея это не в том понимании, как сейчас было, ну, собрание. И они с малых лет, вот что он там понимал, но уже их приобщали. То есть они не были отчужденные, родители заинтересованы, ребенок это видел. И вот с малых лет это надо приобщать. Конечно, правильно сказать, к слову Божию, да, к занятиям, вообще к общему делу. Если ребенок отчужденный, ему это скучно, у него на лице уже скукота будет. Для него это уже потеряют захолустье, а город будет тянуть его. А вот если родители приобщаются с малых лет и видят, показывают ему эту радость во Христе, что в миру-то там, там что? Там просто широкий путь. Широкий путь. Поэтому, когда одного отрока спросили, ну, ты кем хочешь быть? Да не знаю, везде так опасно. Но опасно в миру, вот действительно опасно. То есть уже это, значит, зернышко посеяно, что опасно. А здесь вот все для спасения дано, для христианского благочестия. В смысле, у нас в деревне? Или что-то? Где здесь? В деревне, в том числе, в деревне. Не понял, вопрос уже особо. Вон Ира рассказывала, в Томске большой город, и ребенок, и ребенок не стесняется, и что он верующий. Я думаю, что... Это очень... И воспитывает, хотя родители не сказали, что прям такие, как мы набожные, ну, как бы там, прям все там почти счастливы. Не пойму, в чем вопрос твой, Людмила? Нет, так ты сейчас сказал, что вот здесь вот именно, что только вот как у нас, да? Что у нас все дано, все есть. Ну, с лихвой, с избытком. Есть люди воспитания, Хочешь, говорит, разводиться, поезжая в город, еще в 19 веке было писателем, скажем. Не факт. Ну. Есть люди воспитания, да? Так вот все это, все это с детства, потом удивляемся. Ну, если он с детства так вот, было, что, ну, иди помолись, там, а ты у телевизора, ну, и что за воспитание будет? Ну, к примеру, я говорю. Или я там футбольный матч смотрю, ну, ты иди там в комнату, помолись, ложись. Но все это совместно должно быть. Это все же по частям все копится, а дальше он возрастает, и что? Ну, это неинтересно. Ему интересна компьютерная игра, ну, конечно, интересно. Там более зрелищно, уже не скучно, и все динамично. Ну, это же все с малых лет росточки копятся. Поэтому вот и делаем вывод. Можно как раз этому, то, о чем говорил Игорь, и Люда, что, как тут быть с детьми, или мы забываем самый главный момент. Представьте себе предназначение хирургима сеняющий, и он идет против. Вот если родители знают, что ребенок предназначен быть человеком, предназначение Бога не становится. И это делают. Тогда все на местах. А выбрать человек может противоположное, погибеть по своей воле, идти против. Так вот, если мы делаем свое предназначение так, как Господь установил, то у нас все на местах. А если восстаем, это и есть восстание против Бога. Это как раз пример того, что произошло с носителем света. Он был хирургим осеняющим, а пошел к рукам. Если мы детей предназначаем для Бога, почему и все дети? У евреев изначально предназначаются имена какие? Помните, во всех именах присутствуют большей частью Ил. И в русских именах такие Михаил, Иль, Я, Ил, Ил. То есть Бог, присутствие Божие. Вот о чем место. То есть мы забываем, что Господь нам предназначил в этой вселенной, на земле и место. И в Царстве Божьем место. У нас есть предназначение. Если мы идем за этим предназначением, и вся наша жизнь складывается в этом русле, тогда все нормально. А если против, то в родине. В этом жизни смерть. Так, ну еще будут дополнения. Десятую главу мы закончили. Есть такой журнал, небольшой. Голос мучеников. Название современный холокост. Но это целая, так сказать, рубрика. Голос мучеников. То есть сейчас, пока мы тихо, мирно с вами здесь сидим, рассуждаем, есть страны, где христиан гонят, сажают в лагеря и мучают, и казняют. Вот одна из стран таких, это Северная Корея. Все знают, где она находится, Северная Корея? Да. Полуостров. Полуостров Корея делится на два государства. Два государства здесь находятся. Южная, столица Севолка, и Северная Корея, столица Пхеньян. Она граничит с Россией всего 17 километров. А как одна граница? Граница. А в основном с Китаем. Там сейчас правитель Ким Чен Ын. Его дедушка Ким Ир Сен гнал христиан. Были, конечно, в гонении инакомыслящие тоже, коммунистические у них. Коммунистическое, тоталитарное государство, так сказать. Потом, значит, его отец Ким Чен Ир. А вот этот молодой, кстати, Ким Чен Ын. И они гонители христиан. Просто я хотел немножко здесь почитать. В наше время в Северной Корее свыше 30 тысяч наших братьев и сестер подвергаются жестоким мукам в четырех контрационных лагерях. Ну, имеется в виду братьев и сестер. Это не православные. Может, и православные есть. Потому что неизвестно, кто там. Только так, что-то там информация. Там из какого-то лагеря, я все это прочитал от корки до корки. Один только бежал. Вот один такой случай известный. Из лагеря бежал или из страны? Из лагеря из страны. Вот как получилось там. Из страны там много перебили. Ну, как много? Ну, не тысячи, конечно. Если побед из страны, то там, да, поймают каким-то образом. То есть это или смерть, или пытки. Хоть христианин, то хоть не христианин. Северная Корея признана наижесточайшей страной в мире по интенсивности преследования христиан. Однако, несмотря на это, Северокорейская церковь продолжает расти. Чтобы попасть в тюрьму, концлагерь, или даже чтобы быть казненным, в Северной Корее не обязательно быть христианином. Достаточно просто вести себя таким образом, чтобы правительство усмотрело в вашем поведении угрозу. Даже наиболее верный правительству коммунист может быть заключен в тюрьму, если он окажется членом семьи лица, подозреваемого в измене Родины. Ну, помните репрессии при Сталине. Режим такой. И культ личности очень усиленный, похожий. Правительство Северной Кореи наказывает три поколения в семье таких людей. Ситуацию, сложившуюся в наше время в Северной Корее, несомненно, можно назвать современным Холокостом. За последние несколько лет в Северной Корее были арестованы несколько западных христиан. Некоторые из них депортированы. В то время как другие депортации изгнаны, да, высланы. Каждый из них под угрозой пыток вынуждаем признать нарушение закона Северной Кореи и подписать заявление, в кавычках, с признанием своей виновности в преступной деятельности. Дело в том, что Северная Корея чрезвычайно заботится, чтобы мир был убежден в том, что в стране существует свобода вероисповедания и полностью отсутствует преследование за веру. Ну и далее тут история одной женщины. Ее называют госпожа Парк. Ну и она несла Слово Божие в семье своей, вынуждена была пересечь незаконную границу, Китай. И потом она возвращалась даже так. И поймали ее. Госпожа Парк была задержана, доставлена для допроса Пхеньян, а затем переведена в другой город для отбывания наказания. Два независимых источника подтвердили, что в 2012 году по отношению к ней был приведен в исполнение смертный приговор. Ну и точно неизвестно, видимо, мужа ее тоже казнили. Сын живой, но он живет в Южной Корее, где гонений на христиан нет. Южнокорейские христиане применяют такой способ, чтобы переправить литературу. Это надувает шары. Вот можно по видам потом показать. Шары надувают. И переправляют так через границу литературу. Ну, шары воздушные. Вот баллоны газовые. То есть гелиям на газ, наверное. Да. Ну вот, посмотри. Вот так. Ну, другие страны, где сильные гонения, это Пакистан, Ирак, Индия, Китай. Хотя не такие там репрессии, как в Северной Корее. Ну, тоже. Иногда эта информация проскальзывает в интернете. Ну, что вы тоже молились об этом. Хотя, конечно, там большинство, скорее всего, а может и все там не православные, но я думаю, тоже не грех будет с частной молитвой помолиться за гонения христиан. Вопрос какой-то? А сейчас в этой стране тоже казня? В наше время? Да, конечно. Казни совершаются. Там даже рисунок одних заключенных, которые выжили, какие там пытки. Истощение организма бывает наполовину. Допустим, 80 килограмм, ну, как я вот, примерно, 79. наполовину массу теряют, 35 становится. То есть, ну, уже там умирают с голоду. Есть, если нечего, то крыс там едят, змеи. То есть, там такое содержание в лагерях и специальные деревни есть. Ну, это просто деревни, по сути дела, контрационные лагеря. Это в наше время даже думают, что а, это все в прошлом. Ну, вот и не в прошлом. Ну, и пытки. Если слушали вы или читали архипелаг гулаг, сходный. Тоже там людям и спать не дают, и есть, и просто в одной стойке поставят, чтобы он стоял как-то там или сидел. Неудобно. Если он сходится, то его бьют. Просто-напросто избивают и мучают. Найдут Библию уже. Все там могут быть статья определенная пять лет или еще больше. А за проповедь это уже. Ну, вот как вот эта вот госпожа Парк. Так, еще я там хотел прочитать в конце дополнение. Роберт Жермейн Томас 1886 год. Здесь рубрика «Христианские мученики». Его снимок небольшой. Когда уэльский миссионер Роберт Томас нес служение в Китае, Бог дал ему пламенное желание свидетельствовать народу Кореи. В то время Корея была закрыта для чужеземцев из-за страха правительства перед иностранным влиянием. Еще в конце 1700-х годов многие корейцы были обращены в христианство католическими миссионерами. Однако в 1863 году боязливое правительство истребило 8000 обращенных. Томас нанес свой первый визит на корейское побережье в 1865 году, что сделало его первым протестантским миссионером в Корее. В течение двух с половиной месяцев, проведенных в стране, он бы пытался узнать как можно больше о местном населении и их языке, а также распространял евангелизационные брошюры и новые заветы на китайском языке, поскольку на корейском в то время никакой литературы не существовало. В 1866 году Томас устроился в качестве переводчика на вооруженное американское торговое судно генерала Шермана, державшее курс на Пхеньян, экипаж которого намеревался начать торговлю между Кореей и Соединенными Штатами. Несмотря на то, что незваные визиты в страну были запрещены, Томас желал использовать свой приезд в Корею чтобы проповедовать там благую весть. По пути следования круженного ситцем, оловом и изделиями из стекла корабля вверх по реке Тедан Томас выбрасывал на ее берег евангелизационные трактаты. Неудивительно, что корейские чиновники неоднократно приказывали американскому судну покинуть территорию государства. Когда корабль сел на мель, на мутной реке вблизи Пхеньяна корейцы напали на него вооруженные мочетины. Знаете, что такое мочетина? Заточена большая железочка. Ну, типа меча, что ли, или сабли, да? Американцы, которые были вооружены огнестрельным оружием и пушками, в течение двух недель держали оборону, пока корейцы не привезли пушку, ядро которой и повредила корпус броненосного судна. После этого корейцы взяли горящий корабль на буксир и начали тянуть вверх по течению, предварительно захватив плен генерала Шермана. Перед командой стоял выбор, пытаться добраться до берега или сгореть. Спасающихся от огня моряков у берега поджидали и убивали вооруженные мачете корейские солдаты. Томас вышел на берег неся перед собой Библию и громко повторяя на корейском языке Иисус Иисус Томас был обезглавлен как и все остальные члены экипажа корабля. Существует свидетельство о том, что через убийцу Томаса Бог сотворил чудо. Будучи убежденным в том, что он убил хорошего человека, корейский солдат взял Библию принесенную миссионерам и обклеил ее страницами стены своего дома. Изо всех концов страны в его дом начали приходить люди, чтобы прочитать слова, написанные на его стенах. Так в Корее появилась первая церковь, а племянник убийцы Томаса стал пастором. Ну, это протестанты, но до этого там католики миссионерство несли его. Вот такие вот герои, как иначе сказать. Тут там и военная стычка была у них, но он-то оружие не брал, вышел с Библии, зная, что только смерть ждет впереди. Долгое время я еще дополню историю. Государство Дальнего Востока, Япония, Китай и Корея были закрытого типа для европейцев. То есть те местные жители не желали торговать, но не то, что даже не желали, они желали, чтобы цивилизация западная там вторгалась. У них были свои традиции, свои корни, свои там вероисповедания, синтаизм, буддизм, конфуцианство и так далее. Но потом постепенно проникать стали западные цивилизации, в том числе Россия там. Россия, но это уже позже, построила там на севере Китая КВЖД, Китайскую Восточную железную дорогу, арендовала Китай здесь землю, порт Артур, слышали, наверное, знаменитый, при военных действиях русско-японская война, наши потеряли эту территорию, и Сахалин, и Курильские острова. А потом уже после Второй мировой войны наши вернули эту территорию при Сталине. Но это так, из истории коротко. Ну так вот. Все. Все. Заканчиваем, да? Да мы, если что, можем еще поговорить. Вот тебя, всем благодарна, нечистая дева, радуйся, и пакет веку радуйся, твой сын в воскресе сетит дневе над гробом, и мертвые возбегну и люди веселитесь, светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Бога, Господня, на Тебе его сиял. Легуй ныне, веселись о Сионе, Ты же чистая, красуйся, Благородице, А восстание Рождества Твоего. Отец наш Небесный, молим Тебя во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, Благослови нас и детей наших, даруй нам страха Твоего и веры, и послушания, любви к Тебе и к ближним нашим, даруй жертвенной любви, Господи, и нести благою весть до погибающих. Посети в этот час, Господи, нищих сирот вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милосты, и всех православных христиан посети милостью Твоею, и благослови нашего пастыря, протерея Акима, сохрани его в пути, добрый ангел-хранитель, да сопутствует ему. Болящих спаси и помилуй, Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Христос воскресе! Более всего воскресе! Сын и Святой Дух, Аминь.